Третий игровой день Александр Борисович, ну конечно же в первую очередь хочется поговорить наверное немножко о полете, задать вам несколько вопросов. Скажите пожалуйста, как вы отпраздновали в первую очередь серебро чемпионата России, вот какие эмоции собственно говоря остались после того турнира? Ну эмоции были большие после окончания сразу турнира. Домой приехали, много поздравлений получили от футболистов, коллег на работе. На заводе у нас очень по-доброму с пониманием. Ну так понравилось. Федерация футбола поздравления нам тоже сделала. Ну и вообще общественности, город и все подходили, поздравляли. Хорошо. Александр Борисович, еще один вопрос. Вы сказали, что 5 мая вы принимали участие в серьезном турнире. Вот допустил я такую мысль, что возможно ваши ребята немножко переноелись футболом, да, вот слишком насыщенная программа. И как раз сейчас вот этих самых эмоций может быть не хватило здесь, на Конституциональной футбольной лиге. Да, мы столкнулись с такой дилеммой, что буквально перед началом вот КФЛ у нас были назначены стройки межрегионального чемпионата Запад, зона Запад. И он должен был проходить в конце апреля, а его организаторы, оргкомитет перенесли с 1 по 3 мая. И мы стали перед дилеммой вообще участвовать в этом турнире, ну решили принять участие и достойно выступить. Все-таки ранг тоже в соревновании высокий. У нас большая география, там Ярославль, Вологда была, Московская область, Брянск, Смоленск, еще с Минска команда была даже, с братской нашей республики. А вы считаете, что это действительно могло повлиять? Ну вот сейчас, ну как бы анализирую, но в своем мнении еще не устоялось мнение свое. Ну наверное да, потому что команда готовилась конкретно вот к чемпионату КФЛ. И выступила на межрегионе Запад очень достойная. Все связи, все работали, ну команда была, как бы мы ехали сюда на КФЛ, я ребятам сказал, я удовлетворен подготовкой команды к участию в чемпионате. Ну во-первых. Во-вторых, по результатам жеребьевки вот все команды, ну и заключением вот команды Индии, примерно равные вот по составу были. И нам где-то немного, чуть что-то не хватало, связи нарушались, непонимание какое-то было. Ну наверное отчасти связано, что вот с нагрузкой, тренировочной и участием в чемпионате. Вот наше, ну такое не очень уверенное выступление здесь на КФЛ. А какие сейчас эмоции у вас, да, то есть как вы восприняли, в общем-то вот это выступление, да, этот КФЛ сейчас, что на душе? Ну разочарование сейчас, в данный момент разочарование выступлением команды по лету в чемпионате КФЛ. Михаил, ваши вопросы. Спасибо, Дмитрий. Оксан Борисович, выходя на поле уже знали, вы сегодня вот сейчас матч с Успенским, знали, что не выходите из группы. Каково было вот на эту игру настроить команду? Какие-то слова говорили или ребята просто вышли играть за себя, там, за имидж команды? Да, именно так я сказал, что у нас как бы турнирная ситуация не позволяет нам уже выйти в плей-офф. Поэтому давайте поиграем просто в свою игру, в нашу полету, в которую мы играем. Но, к сожалению, этого тоже не совсем получилось. Ребята, наверное, как-то, ну приуныли и... Ну, тоже оказалось... Не использовали много моментов голевых. Ну, все как-то вкупе. Получается, что неудачно получилось. Александр Борисович, как вы руководители клуба, и вы регулярно приезжаете на все общероссийские соревнования. Хотелось бы узнать, как вы видите стратегию вообще развития клуба «Полёт». Селекционная служба как-то в Смоленске у вас работает. Вообще, как вот... Ну, стратегии развития клуба, хотелось бы, как вы видите её узнать у вас? Ну, стратегии развития, мы... Как бы, время идёт, люди взрослеют. Стратегии клуба мы регулярно, как бы, каждый год обновляем. Не сильно команду, но один-два человека у нас каждый год появляются в команде, как... Селекционную работу ведём. Есть хорошие футболисты у нас в Смоленске. Поэтому мы их приглашаем попозиционно. Не конкретно там вот, что... А именно на какую-то позицию, где мы видим, ну, какие-то слабости. Вот травмированы у нас у меня два игрока, ведущий, нападающий у нас Олег Бочкарёв. Получил травму буквально вот при подготовке к этому КФЛ. Ну, два человека после операции, мениска и связок не до конца, не довосстановились. Ну, вот это, опять же, приводит к тому, что вот такому, ну, не совсем удачному выступлению нашего команды «Полёт». Ещё раз повторюсь, на КФЛ. Александр Борисович, вопрос такой, чтобы наши зрители понимали вообще о состоянии дела о футболе в Смоленске. Полёты вообще вот на уровне Смоленска есть какие-то конкуренты? Ну, как... Не хочу быть нескромным, но... Не очень. Есть две-три команды, ну, таких, с которыми... Это тоже, как бы, вот отрицательную роль играет с нашей командой, потому что мы настроим... Настроиться серьёзно на игру там в городе, ну, не с кем. Поэтому, наверное, вот это тоже играет не очень хорошую роль для подготовки команды к серьёзным союзным соревнованиям. Да, у меня последний вопрос. Интересно, Ваше впечатление о тех командах, с которыми успели сыграть, с кем-то играли первый раз. Какое вот впечатление оставили соперники? Со всеми командами играли в первый раз. Ну, я, как бы, говорил в начале нашей беседы, что вот все три команды, я считаю, и Азачи, Кабардино-Балкария, и Магадан, команда с Магадана, ну, и тем более Успенская, она на хорошем счету в Москве, я знаю, команды. Ну, уровень хороший, достойный, вот, нашей группы. Большое спасибо. Отпускаем Александра Борисовича готовиться к следующему матчу. Большое спасибо. Спасибо. Пожалуйста.